Спеллами там, и причем проказ, да, мгновенно просто взять, все АОЕ туда скинуть, в эту тучку бегающую, и чтоб он там огреб. Вот, а если таких скиллов нету, то, соответственно, Сларка убить весьма проблематично. А когда у Сларка БКБ появляется, то его вообще в принципе убить нельзя, вот, потому что, собственно, БКБ он не уязвим к магии, и ничем кроме магии его, ничем кроме АОЕ магии его не убьешь. Ну, не знаю, может критануть как-то, там, выбежит Свен в ульте с двумя дейдлсами рапиры, просто ударит крипа, кританет и сплэшом убьет Сларка, там, которого, скажем, 800 хп, который дико унижен был, что-нибудь в этом духе. Но, как вы понимаете, такие вообще моменты, они, если вероятны, то в весьма малых процентах игр такое может произойти, чтобы и Свен был, и так раскачался, и Сларк ничего не делал, ну, если только поддавки какие-то. Так, Кси первым героем, ну, кстати говоря, Кси пикает у нас у команды Релакс, первым героем он берет алхимика, аватарочка такая у RX качественная, я бы даже сказал, как в какое-то время у команды No Tide Hunter. Команда No Tide Hunter считалась, ну, как бы, командой с такой самой креативной аватаркой, ну, которая выступала еще на просцене. Я не хочу недооценивать фантазию наших, там, зрителей или, возможно, вообще людей огромного комьюнити в Доте, которые, ну, там же можно любительские команды создавать, там наверняка есть еще и круче аватарки. Но на тот момент это была единственная команда, которая выступала на профессиональном уровне, у них такая была забавная фотка в профиле, весело, конечно. Ну, вот, алхимика забрали, я вот не смотрел вчера из-за кап, но видел парочку скриншотов, где RX убили Эмпайр, и там Дредд на саппорт алхимики, он, видимо, играл, у него там все, что нужно, медальки, всякие урны, и еще у него был такой забавный айтем, Блинк Даггер. Вот там кто-то сказал, тем временем Дредд фанится с Блинк Даггером, ну, это не сказать прям, что это фанишься, потому что все-таки, если ты инициатор, да, саппорт алхимик, он вполне может являться инициатором, то иметь Даггер у инициатора, это огромный плюс для инициации самой по себе, поэтому прям таким фаном я бы это не назвал, но, да, было, конечно, весело. Абадон Элдер Титан, Габлак, Габлак известен своими какими-то странными пиками, ну, здесь пока что ничего странного, Титан хороший гидо, я бурно заговорился, Абадон тоже хороший персонаж, и поэтому почему бы не совместить их вместе, еще можно это дополнить каким-нибудь любым рейнджовым полуфармящим героем, может быть даже не просто полуфармящим, а вообще в принципе фармящим, таким как Вивер или, ну, вот, кстати, когда Хускар вышел в Кэптанз моде, я думал немного, а что если совместить лейн Абадон с Хускаром, это же вообще просто неубиваемая получается комбинация, Хускара затыкать просто нереально, ну, магии его тяжело очень тыкать, потому что чем меньше у него хп, тем выше у него резисты, Абадон может от физ-атак защищать либо кайлом, либо щитком, и плюс Хускар, герой, который способен очень сильно нахарасить соперника на своем лейне, и при этом имеет рейндж тип атаки, да, то есть он рейнджовый, он бьет не в упаковке, не в упор, а с какого-то определенного расстояния, это делает его весьма опасным, мне кажется, персонажем в комбинации с Абадоном на линии. Вивера сами Рокскис убирают, вот, хотя Абадон может быть здесь взят по какой-то другой причине, еще ни разу не видел Абадона в качестве, ну, не знаю, в качестве фармящего персонажа, в качестве мидера, в качестве... Вот тот же самый скандал, вот, как только Абадон появился в Кэптанзмоде, да, его же сначала ввели, он был недоступен в CM, он был только в пабах, вот, и когда его ввели, буквально на днях у скандала взяли интервью, я не помню точно, какой сайт это делал, я почитал, конечно же, с удовольствием это чтиво, и увидел то, что там, ну, скандал дал свою оценку Абадону. Он сказал то, что этого персонажа, там, вполне можно увидеть в качестве, там, какого-нибудь сильного мидера, который быстро получает левел и идет, там, по другим линиям, начинает очень много грязи делать. Но вот в качестве мидера, я, честно говоря, вам скажу, Абадона ни разу не видел, и был бы приятно удивлен, если бы Габлак его на этот раз поставил в мид, но это очень маловероятно, все-таки у него обычно другая роль. Да и тем более, та дота, которая сейчас практикуется, это дабл-лейны, фармящие дабл-лейны, то Абадон сюда очень хорошо подходит, потому что он позволяет, ну, очень сильно повышает выживаемость своего тиммейта, который с ним вместе на лейне стоит. Опа, Флетчер, Флетчер и Габлак вообще любят, если вы вспомните то время, когда команда Empire считалась одной из лучших, да, со своим старым составом Габлак, Blow Your Brain, Скандал, Фанник и Сайлант. На тот момент это была их такая короночка, можно сказать, пикнуть Боун Флетчера. Надо, кстати говоря, на чатик переключиться. Так, 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 на чатик, я смотрю, народу прибавилось, я не вижу каких-то, может быть, сообщений. Ну, я думаю, мало ли, микрофон забыл включить или картинку забыл выключить, потому что такое периодически случается, там, открыл чатик и там что-то, скажи, там, Форсу, чтобы, там, я думаю, да ладно, неужели я что-то реально забыл. Да нет, вроде как все в порядке. Гневных сообщений не вижу, пока. Значит, все должно быть хорошо. Ну что, Габлак думает насчет еще одного персонажа. Абадон с Клинксом, это, скорее всего, Габла, которая будет сформирована здесь. В мид Скандалу вполне могут дать Элдор Титана. Забанили Деваурера. А тут Кси убрал Слардара с Брестлом. Интересный, конечно, поворот событий. Слардар с Брестлом. Ну, вполне, конечно, опасные герои. Но если бы кого-нибудь Габлак из этих персонажей бы пикнул, у них было бы просто 3 милишника. И 3 милишника это не очень... Нет, 3 милишника это нормально. Вот 4 это уже, да, проблема, потому что ты там на лейне... На одном лейне будут 2 мили героя. Это очень печально, потому что можно допикать просто неплохих ранжевиков, да, и просто не дать им фармить. Так, Кси добирает еще ЦМку. ЦМка, Алхимик Клокверк. Дозел. Вот, собственно, помните, я про Габлака вам говорил, что он любит нестандартные пики Дозел. Он, конечно, апнутый, но насколько он апнутый? Неужели настолько, чтобы его можно было бы пикнуть в полуфинале Айзокап номер 10? Ну, хотя Айзокап не такой уж и серьезный турнир, да, чтобы здесь потеть прям на победу. Но, я думаю, лишние там полторы тысячи долларов на команду, по сути, лишними не будут, поэтому... Или они там увеличили же призовой фунт, уже может быть 2 тысячи долларов. Надо на Джоэн Дота глянуть, что там напишут на Джоэн Дота. Айзокап номер 10. Бла-бла-бла. Сколько дадите денег победителю, уважаемые? Ну, прогружайся, давай-давай-давай, прогружайся. Тут что-то... Что-то нет тут инфы никакой. Странно, что нет инфы. Только, может быть, здесь, на самом сайте Айзокапа, может быть, что-то найдется. Что-то тупит интернет в последнее время. А, вот, все, нашел. Первое место, 1250... А, чего так мало-то? 1250 евро только, не долларов, а евро. И 500 евро второе место. Хм... Я помню, 9-й турнир у них был с двойным призом. И... Почему они сделали его меньше, непонятно. Наверное, был какой-то там... Ну, в смысле, такая возможность от спонсоров, мол, привлечь побольше народу. Хотя тут и так всегда играли хорошие команды. Да, финалы Айзокапа, они интересны. Потому что тут, как минимум, команды первого дивизиона встречаются. Если встречаются команды первого дивизиона, неважно кто, это всегда интересно. Вайпер добрал... Добрал Вайпер Акси четвертым персонажем. Ну, и тут, соответственно, пойдут сейчас баны. Пока что сложно сказать, кто конкретно пойдет на какие лейны. Я вот более чем уверен, что Клокерк у нас будет в качестве оффлейнера. Вайпер, скорее всего, пойдет в миту. Алхимик будет саппортить вместе с ЦМкой или все-таки будет фармить здесь? Если он будет саппортить, то тогда Акси нужен еще какой-то персонаж, который бы фармил во всей этой доте. Не хватает... Знаете, чего не хватает? Вот я прям даже не скажу, чего Акси не хватает. Акси, возможно, не хватает какого-то еще героя с прокастом. Ну, потому что... Ну, что тут еще можно сказать? Вайпер очень сильный дизейблер. ЦМка тоже дизейблер замедляет. Там дэмэдж у него кое-какой есть. Клокверк, инициатор и дизейблер. Алхимик тоже, если саппортящий в качестве инициатора может выступать. Да и вообще не только как саппортящий, алхимик может выступать в качестве инициатора. Акси может и пофармить. То есть... Укси уже сбалансированный пик, я бы так сказал. Он просто еще возьмет какого-нибудь персонажа. Возможно, это будет ключевой. Возможно, для своей стратегии в этой игре он ключевых персонажей уже всех выбрал. Ну, Габлак решил, что не хочет играть против Дума. Ну, и фиг с ним. Собственно, против Дума играть не будем. Убрал пака. Наверное, правильно сделал. Потому что мы видим то, что у команды Рокскиз в принципе инициаторов нету в данный момент. Инициировать кем-то... Ну, кто? Флетчер? Оршад накинет, начнет расстреливать? Ну, так себе инициация. Там саппорты вырежет. Окей. Дазл? Ну, тоже кислого, если только там как-нибудь подстанет, подзамедлится. Здесь Абадон, у него вообще нету станов никаких. Элдер Титан, попасть Клэпом, ну, это весьма проблематичная инициация. Трещины тоже на всю длину попасть, пока соперники разбегаются в разные стороны, тоже проблематично. Поэтому, на мой взгляд, от Баланар уже более-менее похож на инициатора. Значит, это дабл-лейн. Возможно, Абадон, Флетчер и Дазл Элдер Титан, и Баланар пойдет в мид. Вот такой расклад возможен у команды Рокскиз. Что касается Пика Кси, тут надо сейчас посмотреть на последнего персонажа и сделать соответствующие выводы. Куда кто пойдет и кто на ком будет играть. Итак, ждем. А пока посмотрим в часик. Как давно тебя не слышал. Да, ребят, вообще не поверите. Болел, учеба, работа, всего навалилось. Да и матчей-то особо не было хороших, чтобы постримить. Ну, сейчас ближе... О, ЙО! Ну, я запутался совсем. Значит, Алхимик будет фармящий, да. Алхимик будет фармящий. Нексус играет вайпером в центре. Щачло, вот как ребята подсказывали, друг Соло. Неплохой весьма оффлейнер. Сейчас посмотрим, какой с него оффлейнер. Я его ни разу не видел в деле. Скандал Блонар. Дазлом играет ЙОл. Базазэшка фармит влечером. Габлак Абадоном. И Седой Элдер Титан. Ну что ж, отлично. Отлично. Вот единственное, в чем я не уверен, это с кем пойдет влечер. Либо с Абадоном, либо с Дазлом. Мне кажется, что целесообразно распределить милишного и рейнджового героя по одному на каждый лейн. Потому что если на одном каком-то лейне будет два милишника, может быть, это будет не так хорошо. Хотя, кто там у Релакс? Ну, с Клокерком проблем не будет вообще никаких. То есть, Клокерк будет стоять. Он не будет претендовать на какие-то фраги. Он не будет претендовать на какие-то... На какой-то сверхфарм. Да, он будет стоять и пытаться вывести максимум своего оффлейна. Если он там будет один, естественно. Так. Зачем ребятам... А, Ио. Ио пока что бежит на бот. Кстати говоря, лейны могут быть другие. О, Крэйзи играет алхимиком. Значит, это будет... Значит, это будет алхимик в миде, да? Или дабл лейн даже. Алхимик ЦМка в миде. Какие-то хитрые тут выдумывают стратегии РХ. Клокерк пока что бежит один на топ. Тут с ним будут... Да, тут с ним будут два милишника стоять. И Клокерку вообще будет красиво на этом лейне. То есть, против двух мили героев он будет вообще сладко себя ощущать. Потому что постоянно можно будет Когами спамить, Ману выжигать, тому же самому Элдер Титану и Абадону. Если... Ну, если вдруг там каким-то образом кто-то окажется поблизости. Не знаю, хочет тебя нахарасить. А вот дабла с Вайпером на боте. Вот это уже интересно, конечно. Ио с Вайпером против Флечера. А, тут пока что Базезе играет на Баланаре. Получается, Флечером скандал. Пересвапали немножечко героев. Интересно получается. Давайте я не буду сейчас гадать. Просто посмотрим, что из этого выйдет. Да, я, кстати, переключился же там на логотипчике. Вот еще разочек квацнул. На логотипы должны появиться в данный момент. Ну, не логотипы, а HUD. Красивенькая такая графика. Висп в исполнении Дрюса. Андрюха, Андрюха-борцуха сейчас покажет, как надо шаром играть. Ну, шар, кстати, замедления много на лейне. Да, там, тизером, ядом. Баланара будет некомфортно стоять. Но здесь его будет саппортить Дозел. Может быть, чуть полегче. Обратите внимание на вардинг. Такой качественный вардинг, можно сказать. Наблюдаем от команды Релакс. Ну, хотя, что значит качественный? Вот это вард дефолтный. Его найти, наверное, можно будет. Что касается... О, отлично взорвался Крейзи. Там промах был от скандала. И если бы он... Ну, блин, так нельзя. То есть, посмотрите. Еще раз расскажу. О, оборзел-то совсем. Он сейчас... Лол. Ну, хоть скинул. Я просто, не знаю, офигел бы, если бы Крейзи в итоге этот стан бы не скинул. Тяжело будет стоять. Посмотрите, как он его начинает хлистать. Руна какая-то есть. Руны нету никакой. Вот Крейзи, собственно, всю ману потратил. Все хп потратил. Кроме бамбука ничего он сейчас сожрать не может. Только ветки какие-то хавать. И получается, что придется ему сейчас, ну, либо отходить, либо, ну, не знаю, стоять и смотреть на то, как скандал будет добивать крипов. И ничего с этим поделать не получится. Скандал прожимает банку. Его на лечение пропулили. А вот бедняжка Крейзи, ему надо еще иное количество крипов добить, чтобы купить себе свой боттл и начинать его как-то обузить. Да. Да уж, да уж. Как там на топе дела? Седой стоит один против Клокерка. В итоге, наверное, Абадон ушел на бот. Можно предположить, что действительно, да, Абадон будет на бот. Ну, блин, лейны. Что по лейнам? Значит, мид, по идее, скандал должен выигрывать. У Алхимика, конечно, своя функция на миде. Он наверняка сюда пришел не для того, чтобы там перефармливать кого-то. Он, скорее всего, просто сюда пришел за левелом. И в дальнейшем будет какие-то, может быть, ганги реализовывать с мида со своим прокачанным станом и тучкой. Вот. Что касается Элдор Титана на топе. Ну, тут его Клокерок вряд ли сможет именно убить. Да. Вот если ЦМка подойдет, там, конечно, каким-то образом можно приморозить. Подойти, поставить Коги и потом только убить. Ну, или на мид, может. О, смотрите, на боте тут же что-то происходит. Дредда, Дредда начинает бить. Войет. Войет. Воет. Наживается, да. И Кайлон Габлак делает фраг. Ну, к Йолу могут быть, конечно, проблемы. Но БЗЗ не хочет его тиммейта отдавать. Но в итоге он дамага сам получил немало. Посмотрите, как ему вообще плохо здесь. Сделали ФБ, но накоцались очень сильно. Игроки команды RockSkiss. Сейчас Дредд возвращается, раскручивает шары, шары, раскручивает габлака. И бьет, и бьет, и бьет габлака этими шарами. Ну, против триплы стоять неком. Опа, Элдер Титан убил Клокверка. Ой-ой-ой-ой. Вот этого, конечно, происходить не должно. Как мне кажется. Хотя, ну, что значит не должно происходить? Элдер Титан, он вообще герой сильный. Один на один. Против только некоторых персонажей он, может быть, не так хорош. Против какого-нибудь, может быть, Димбера. Там, когда ты подходишь в упор, он тебя просто пилит постоянно. Ну, мне казалось то, что Клокверк, он должен все-таки нормально справляться. Ну, я вот не заметил, насколько все хорошо было. Клокверк 10 крипов. Ну, да, все-таки справляется он нормально. Просто допустил какую-то ошибку, возможно. Может быть, грубую, может быть, не грубую. И, в итоге, его Элдер Титан за эту ошибку покарал. Тем более, что у Элдера Титана есть очень хитрый такой артефакт. У Рубофеном называется. Если получить огромное количество урона с крипов, то можно просто выйти, да, с ним. И, там, хлистать его руками. И, в итоге, убежать там Глокверка не получится. Он будет постоянно дамаг получать. Но проблема-то в том, что он может себя запереть вместе с тобой. И, если у него прокачана вот эта вот картечь, то там урона прилетит немало. Если ты одного только персонажа запираешь, без каких-то крипов. Обрати внимание на Куру Релаксов. Узбагаивает. Ну, понятно. На имм-таге были не лишними. Кси. Пробежался в смолке, кажется. Подобрал хосту с просветкой. Бегает с дастом. Сейчас, если скандала поймает, то, кстати, могут убить вполне. Он куда-то бежит на бот. Там, похоже, какая-то драка. Вновь умирает дредуха. И БЗЗ немножечко втерпливает. Габлак тоже втерпливает. Кси здесь приходит. Ну, должен он убить Йола, конечно же. Йол, Грейв, ты себя повесил. О, это Грейв. Это ПАУ. Посмотрите на эту халяву. Но Кси не пожалел, все-таки, ману на колбу. И, в итоге, убивает. Не, вот, кстати, вот это вот по Йолу сейчас должно сильно ударить. Потому что, собственно, ЦМ-очка, как бы, ну, она потратила всего лишь какое-то количество мана, которое она быстро очень восстановит. У нее 4 мана реген в секунду. Посмотрите, 2 ауры забрал Кси. А что касается Дазла, то он, во-первых, потерял 135 золота. Да, что для саппорта весьма деньги немаленькие. Особенно в самом начале. И плюс он вынужден сейчас пешком бежать. Ну, благо, у него сапог есть, он пешком добежит, да, побыстрее. Так что, ну, в принципе, не все так плохо, как я сказал, наверное. Скандал тем временем докупает свои Оршиды. Ой, Оршиды. Свои Обливион Ставфы. Первый Обливион Ставф, который он потом будет реализовывать в Оршид. Ну, такое ощущение, что вот артефакт действительно создавался специально для Флечера. Да, вот так приятно ему. И скорость атаки увеличивает, и манки чуть побольше, чтобы дамажить. И такая способность очень приятная для Ганга. Ну, я порой, когда вот так смотрю на айтемы, например, Этериал Блейд, да, вот такое ощущение, что он реально специально для Марфа создавался. Там, Оршид как будто бы для Флечера создан. Ну, вот именно этими персонажами чаще всего собирается Оршид. Это ключевой артефакт для Флечера. Если там, например, Шторм какой-нибудь, он может купить вместо Оршида, например, Блудстоун. Может Хекс себе сразу купить, если у него фарм идет. А вот Флечер, он всегда с Оршида начинает, неважно, как у него дела. Хорошо, плохо, отвратительно или великолепно. Он всегда будет покупать Оршид. Ну, Аморф просто, ну, мне кажется, чаще, чем другие персонажи вообще покупает Этериал. Так, в итоге-то на топе у нас Седой очень хорошо фармит здесь. Ну, как мне, фармит он не очень хорошо, просто Клокверка убил. Стоит, я имею ввиду, хорошо. Пока что мне больше нравится ситуация в стане команды Рокскиз. Потому что у них как-то больше, мне кажется, персонажей реализуют свои лейны. На боте там Дрюс помаленечко умирает. Вайперу фармить не так приятно в итоге. Вот, а Сценка сейчас попробует убить Седого. У Седого нету маны. И вот так, Седой должен понимать, что его сейчас Клоквер вообще в соло может убить. А если тут еще и Сценка рядом какая-то. Да, вот, смотрите, сейчас ловят его. Все, ракета, нова. Так, надо в колбу поймать пацана обязательно. Кукшот. Слушайте, какой он жирный, а? Ой-ой-ой, еле убили. Там Щачила чуть сам не отъехал. Тем временем на боте снова отпинали Дреда. Сейчас еще похожие Нексуса будут через урну. Так, он начинает заплевывать Йолу. У Йол есть Грейв, не печалится Йол. Сейчас убежит на себя царский Грейв. Ну, и порепортился Крэйзи, дает стан в БЗЗ, и БЗЗ умрет. О, Нексус-то остался на 40 хита. В итоге умирает Дазл. А, кстати, Дазл-то от кого умер? Дазл умер от Вайпера. Вайпер его отравил, оказывается. Вот уж чего не ожидал, того не ожидал. Получается, что 3 в 0 сейчас разменивается RX и сравнивает счет. Очень годно получилось. Начинает какие-то ганги Габлак тут реализовывать. Хотя с него гангер, конечно, как из меня танцующий конь, наверное. Потому что, ну, как бы цепануть Абаддона не с чем. Единственное, чем он может помочь, это при каких-то дайвах таких лютых. Знаете, там, подвышку. Там, два телепорта лезем подвышку, пофиг. Вообще, кайлы, там, щитки. Через ульту, через свою танкует. Вот только в таких моментах Абаддон полезен, мне кажется, как гангера. Если просто выйти какую-нибудь там цемку зарезать, ну, он вообще-то не помощник. Только кайл скинуть, подцепить им не сможет. Крейзи пытается накоцать, но ему, по-моему, вообще все равно. Потому что у него ульта и фейзи, он довольно быстрый. Сюда партица Клокерка. Клокерка есть фукшот. Так, ракетка. Но фукшот в итоге Чачла давать не стал. Кстати говоря, против Клокерка весьма полезный персонаж Дазл. Потому что у него есть приятный грейв. Ну, как бы, грейв надо тогда подкачать как следует. Вот такая, кстати говоря, раскачка на Дазла мне нравится. Когда качают не грейвы, когда качают не лечение, а когда качают именно вот эту кислую хрень, которая цепляет, станет и, в общем, проблему только создаёт. Похоже, тут Седой приплыл. Не-не-не, приплыл, приплыл. Стан, скинул. Фукшот был мимо, но... Он, по сути, был вообще не нужен. Так, сюда у нас партийца Дазёл. Оп, Дазёл, Дазёл, спокойно, живём. Слушайте, а стоп, он не умер же, да? Он не умер. Фукшотом промазал клокверк и получилось так. Мне тут просто отвлекли немножко. В итоге я не заметил. Ничего страшного. Трипла на боте сейчас у РХ. Пытаются они либо лейн пропушить, либо... Ну, в общем, они тут все спалились уже, поэтому эффекты неожиданности не получатся. А вот Скандал ещё подходит сюда. Ребята не знают о том, что Скандал здесь рядом. Начинает он фокусить Дрюса. Просто какая-то неприязнь у него. Воид есть? Нет, Воида нету. В итоге Скандал оформляет даблкил. И притащил себе ещё и банку. Сейчас будет 10-ая минута. Посмотрим, повезёт ли Скандал с Руной. Повезёт, если она... Да, повезло! Хоста на боте. Круто. Вард, правда, всё это дело спалит. Да, не видели то, что кто-то подобрал хосту. Но должны были, по крайней мере. Хорошо получилось. Клокверк потихонечку форс начинает. Клепать. Хороший артефакт. Дазл на шестом левеле качает ульту. Ну, я просто не особо знаю о том, как Дазл вообще принимает участие в доте. В ЦМ именно, да? Ну, по-разному, конечно, бывает там. Раскачивается. Но вот в этой ситуации на шестом левеле Йол ульту, естественно, берёт. Ну, Дазлу, как к саппорту, ему очень важен левел хороший. Тогда он будет опасным. О, скандал пытается Нексуса зафокусить, но он тут слишком... Ой, да Нексус, ты чего творишь-то? Убегай, убегай оттуда, сломя голову. Развернулся, блин, подождал. Чуть не помер. Нельзя, нельзя так. Скандал вообще ещё хаста была, если бы он подошёл бы... То есть, он бы дал тычку, подошёл чуть поближе, тычку чуть поближе, тычку чуть поближе. Может быть, он ещё одну финальную бы успел повесить, чтобы убить вайпера вот таким вот образом. Ну, блин, опасно, опасно играет. Нет, то есть, может, он ждал чего-то. Кси продолжает фармить Лиса, от него мы очень мало за эти 11 минут увидели действия. Ну, по сути, там на бот как-то пришёл Йолу, помню, там убил, на топе подсаппортил, подосистил, да, там, к Локверку, чтобы, ну, Титана они вдвоём зарезали. И где-то он ещё один раз там умер, я не помню. Где? На боте, возможно, так же это произошло. Да, тогда ЦМка, Ио и Вайпер были на боте, скандал пришёл, сделал даблкил, то есть, по сути, Кси, вот, все его действия на карте за 12 минут, ну, плюс какой-то вардинг, там, понятное дело. Так, начинает расстреливать Чачло, оп-оп-оп-оп-оп, расстрелял, поражал Скики, Клокверк, но скандал не должен умирать здесь, по-хорошему не должен, потому что здесь есть Йолу, то у Крейзи ещё могут быть проблемы, если его... У него нет ульты, ребята, это же такая халява! Повесили сейчас, ну, Дазёл скинул ему ульту, и поскольку у Химика у самого по себе брони очень мало, то каждая единица, которая броню эту снижает, очень резко увеличивает дэмэдж по Алхимику, поэтому... Да, против Алхимика Дазёл хороший, приятный герой, можно легко этого жиробаса на своё место поставить. ЦМка, вот ЦМочка понимает, что ночью даже под своей вышкой она не спасётся от Баланара, но понимает, она это слишком поздно, урно, и, ну, хотя бы колбу... Нужен воет, ой, красиво, красиво, как за... Ай, забайтили на ЦМку, молодцы, правда, подошёл скандал, начинает через Орших-то расстреливать он, Клокверка подзамедлили его немного, Коги есть какие-то, пытаются поблочить. Да, всех поубивать должны здесь RX, и подходит ещё Седой, скидывает туда свою трещину, да ладно, Габлак, Хайламик, щитками захиливает, сколько лечения Оршит на Крэйзи, если бы Крэйзи сейчас стан раскастовывал, вполне мог бы взорваться, и Седой в итоге умрёт. Ну что ж, они потеряли двух героев, хотя, в принципе, и так бы потеряли двух, если бы... Ну, там либо Скандал умирал, либо Седой, но лучше, чтобы Седой отъехал, нежели чем Скандал, потому что, во-первых, у Скандала левел побольше, да и ему фармить надо, конечно. На боте, кстати, Дредд поломал вышку, такой вот Дредд, просто взял в одну харю и поломал вышку. Ну, а почему бы и не поломать, подумал Андрюша, пока на топе там происходит какой-то хасл. Ну, Габлак тут пока что подфармливает, чё может. Некров, наверное, будет делать, более чем я уверен, что это никакой не фортстаф, а некры, скорее всего. Вон, мне почему-то так кажется. Крызи, что у нас будет покупать? Ему, кстати, уже чё-то летит. Ага, тут ему летит Виталити Бустер и Варды. Угу, Виталити Бустер и Варды. Ну, значит, Химик будет покупать... Опа, тем временем Скандал подрезал цемочку. Вот здесь вот подрезал цемочку. Или, кстати, здесь он подрезал цемочку. Фух. Что же он будет собирать? Вангуард или, может быть, что-нибудь ещё? Хотя, что тут ещё, кроме Вангуарда? Ну, если бы у него был бы щиток, я бы сказал, что он Вангуард собирает. Но, может быть, какой-то другой айтем у него есть сейчас. Да, возможно, что-то другое хочет собрать. Так, это у нас Баланар пытается сейчас реализовать ганг. Ну, один он, наверное, с Клокерком не справится. Хотя ночью Сайланс действует очень продолжительное время. Клокер 1200 хп плюс стики у него есть. Это паут. То есть, как только он... А, вот вместе с Йолом можно попробовать. Накинули ульту. Так, Дазл скидывает ещё кисленького. Ну, должен заковырять. Коги, 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 Стики. Нет, умирает. В итоге фраг для Дазла. А Бадона приняли на топе. Причём... Причём приняли-то с Релокейтом. Сейчас обратно Вайпер возвращается с Дредом на мид и будут фармить здесь. На топе пока что Химик дофармливает. Ну что, происходят размены. Просто ребята меняются фрагами, ничего особо не придумывают. Пока что ничего особо не придумывают. Ну, против... Против Клинкза, конечно, надо играть в пятером. Максимально в пятером стараться играть и не отдавать персонажей. Вот сейчас у Клинкза есть возможность убить Крэйзи. Но пойдёт ли он убивать этого Крэйзи? Крэйзи что-то мечется туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Думает, фармить, не фармить, фармить, не фармить. Оршад поехали. Всё, он на хосте, на хосте, на хосте, на хосте. Так, 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 тут кислый. Ох, загнали. Химика, беднягу. Просто со всех сторон. Он, Дродо, несёт, что-то принёс. Он, ой, куружи, куружи, куружи. 150 хп паузу поставил. Дазл. Что-то непонятное произошло. Чему там привезли-то? То ли варды, то ли телепорт. Ну, не знаю, неважно. Пролагала слегка дота. Я пока чайку хлебну, пока есть. Возможно, с чего я вам советую. Перевести немного дух. Кси, зашёл во вражеский секрет шоп. О, 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 скандал видит. Оп, приморозил. Хукшот мимо. Всё мимо. Не получилось. Вообще, попал бы хукшот. Убили бы. Кстати говоря, вот, действительно. Щачла, щачла, оффлейнер, оффлейнер. Ну, вот, по крайней мере, два хукшота, которые 100% привели бы к фрагу, он... Он промазал. Вот, вспомните, первый хукшот на топе. Стоящего, по сути, делающего телепорт Элдер Титану, он промазал. И сейчас вот он промазал в флетчера, ну, который, в принципе, стрейфился, поэтому... Поэтому тут-то, наверное, может быть и не придёт. А может быть, он до него вообще не дотянулся, я не видел там, кажется, даже... Может быть, он не дотягивался. Нет, форста все-таки покупает об аддон, не стал ни кровь делать. Тут последняя игра... О, здесь снова умирает. Релокейты. Поймают ли они скандала? Под просветом Рома. Рома может просто тапаут нажать сейчас вообще без... На пофиг просто жать тапаут, потому что в данный момент... А, ещё одни просветы. О, тут уже опасно. Так, вот, лучше прожать тапаут. Да, вот он сразу начинает это делать. Кси, не успевай. Да. Тизер теперь не станет, а он просто замедляет на 100%. Кажется, скорость атаки и скорость передвижения. Ну или что-то такое. Оп, фукшот, попали в Седова. Убьют ли? Тут Абадон, скидывает щиток, щитывает Койл. Отпор ставил Седова. Но Седой по-прежнему терпит. О, очень ему больно. Ещё один Койл скидывает Габлак. Габлаку, в принципе, не страшно. Врубает ульту, когда его покусят. БЗЗ кастует свою ульту. Дреда проблемы. Койл у урна должна Дреда добить. По-любому, да, урна Дреда добивает. Но Йол уже стрик из фрагов сделал. Хороший, очень хороший попал стан здесь Крэйзи. Но Абадон вовремя спохватился и кастанул Койл в Йола. И позволил ему таким образом выжить. Он бы там просто на тучке бы на это и сгорел. В итоге Виспа на Илдер Титана поменяли. Ну, не самый, конечно, благоприятный размен, как мы видим, для команды Рокскиз. Но, в принципе, я думаю, они довольны тем, что происходит вообще. Должны, по крайней мере, быть довольны. И у них фармит Флетчер. Сейчас у Флетчера появится БКБ. И начнутся проблемы. Команда Релакс. Потому что, ну, Химик, по сути, он в данный момент руками дамага не так много наносит. Конечно, у него есть тучка. Он страшен своей плотностью. И, мне кажется, прокастом тоже страшен. Вот тучка, которая резко снижает броню. Ну, и стан, который может очень много урона нанести и на длительное время в небольшом АОЕ, в небольшом радиусе действия застанет, там, нескольких героев, например. То есть, это тоже страшно. Вот как здесь вот он только что попал. Если бы не Абадон, там Йола бы забрали. И, может быть, потом бы нырнули. Он включает Стрейф Скандал. И сразу же в ответ RX льюзует Вортификейшн. Ну, этот Вортификейшн нам поможет, конечно же, спасти эту вышку. Ну, на какое-то время, понятное дело. Потому что сейчас должны будут Роксы подойти и начинать уже уничтожать помаленькую этот овер. Тем временем на топе Нексус... Что там Нексус собирает? Пора уже переключиться на Нетворс. Я графики вообще не показывал в этой игре. Давайте как раз-таки графики покажем. Полторы тысячи золота у Роксов. И по XP они выигрывают на целых тысяч... Наверное, 7-8 даже. Вот обновились графики. Да, 33 и 26, грубо говоря. На 7 тысяч, получается, да? Теперь так округлим. Крейзер скастовывает стан. Сейчас бы Оршит бы ему повесить. Чтоб он взорвался просто-напросто и расстрелять. Но... Ладно. Скандал в одну харю пытается... Опа! Оршит! Неудача. Не получается задинаить лыжку химика. Плетчеры немножечко поковыряли. Вот видите, какая проблема. Нету такого явного инициатора. Конечно, может зайти Баланар скастить Воид Сайланса. И таким образом ворваться. Он же плотно сразу не умрет. Но вот было бы... Вот в этой ситуации будь у них какой-нибудь... Ну, представьте себе, Магнус. Неужели бы он постеснялся бы в эту кучу войти и что-нибудь скастить? Или Клоквер тот же самый. Будь он в пике у команды Рокскиз, он бы тоже мог сейчас... Вот в этих вот пацанов, которые там пытаются вышку задинать, просто скастить хукшот. И двоих там бы могли вполне забрать. Если с позиции Рокскиз смотреть, там вполне можно было бы скастить такой хукшот с их стороны, что одного-двоих бы запер в 100%. Болеть за Дреда мы не бросим, хоть он играет 0.8. Ну, не 0.8, конечно, у Дреда сейчас, но... Стремится он к 8 смертям пока что. Запокусить его весьма просто. Поэтому, конечно, умирает его очень часто. Я вообще думал то, что они Релокейты будут с Химиком реализовывать. А в итоге они реализуют Релокейты вместе с Вайпером. Это такое. Релокейты с Вайпером, они не страшны тем... Ну, как бы, они... Их минус в том, что можно банально нажать ТП Аут, и ты выживешь. Если ты достаточно плотный. Тот же Дазл может просто на себя повесить сразу же ульту, да, чтобы броню себе прибавить, там, если у него мало ХП Грейв, и банально нажать, там, два раза по телепорту. И все, он жив 100%. Потому что Грейв даже тот же самый действует 5 секунд, телепорт длится меньше. О, смотрите, сейчас Крейзи должен смотреть. Так, 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 Крейзи под ультой убегает на фейзах. Получает ульту от Дазла. Станк пока что не раскастовывают. Рексы бегут в ужасе из своего леса. Но синициировать тут бой нечем. А вот возвращается Крейзи. Ну, нет, Крейзи, конечно, опасно сейчас сыграл. Надо срочно отсюда убегать. Стянул он на себя довольно много народу. Сейчас у него кончится ульта. Его догонит Баланар. Итак, Оршид. Плохой Оршид, конечно. Воет. Тычечка, тычечка. И поехали плюшки. Сайленс. Вот сейчас бы он Оршид скастил. Тот еще стики прожал. Ну же, Воет. Тычка. Набили. Если бы чуть попозже бы скастил этот Оршид. О, вот это Кукшот Дабл. Хороший. Сейчас в итоге должны забрать БЗЗ. От Форстафели. Трещина. Трещина ложится. Нет, трещина не ложится. В итоге ульта до зла цепляет троих. Цепляет троих ульта до зла. Потихонечку там начинает связаться армор. Но я думаю, что это Роксов не остановит, если они полезут дальше. Мега на Вайпере. Я что-то не понимаю в профессиональной доте. Но учитывая то, что это фармящий Вайпер, действительно странно увидеть у него Мекку. Обычно Медовый Вайпер Мекку покупает. Вот такое бывает, да. Когда там стоит Вайпер в Меду, он просто вывозит там. У него дамаг как бы и так свой есть. С Незертоксина, с ульты, с яда первого, который, кстати говоря, Нексус не качает, потому что он апнутый. То есть у него теперь нету кулдауна, и можно постоянно закидывать. Раньше качали яд, потому что у него был кулдаун. Сейчас нет смысла его качать, поэтому вымакшивают Незертоксин, потом вымакшивают Карлосиев скин. Потому что, ну, Карлосиев скин вообще бешеный теперь. Особенно если ты стоишь один на один. То есть подойдешь, прокачаешь Карлосиев скин, пришел нахарасить Вайпера, дал ему тычку, в итоге накосился наполовину. Ну, тут нет, тут все, Габлак умирает. Вешает на себя щиток. Отфорстафился за ульту. Ну, вот, кстати, кстати говоря, вот сейчас можно ДПА, вот мне придется туда. А, даже футшот мне надо было кастить. Еще раскастовывается Беттери Ассол у Чачлой, и поэтому ничего страшного не произошло. Да, вот там попытался телепортом спастить. Ну, ладно. Попытался и попытался. Время потянул немного. Так, от кого там собрались убивать? Скандал. А вот, кстати, придется БКБ нажать. Слушайте, может развернуться? Ох, скандал. Не стало. Вообще, Дрюса бы он расстрелял быстро, если у него был стрейф. Да, стрейф у него был, у него не было крипа, просто оршит и пошел стрелами наярить. Вполне бы он его убил, мне кажется. Но он побоялся, что там много, хотя у него БКБ 10-секундное было. Странно, чего он испугался. Вполне мог убить и убежать, мне кажется. Решил не рисковать. Так, давайте, кстати, на шмотке посмотрим, чего насобирали у нас игроки за эти 25 минут. Терпильная немного дота. Кстати говоря, следующая игра на Acer Cup это матч Virtus.pro против Maus, который мы также будем смотреть. Потом еще будет финал турнира, а это уже будет BO3. Все полуфиналы BO1 и финал турнира BO3. Я надеюсь, матчи сегодня не очень сильно затянутся. Хотелось бы, чтобы они не очень сильно затягивались. Так. Аганим появляется у Баланара. Хорошо. Ну и, собственно, все остальные айтемы мы вроде бы как уже отмечали. Да, то, что там у меня какой-то утретистана я не сказал, но было видно в паре моментов он там закастовал ее. Так. Входит БЗЗ, ультует. Сразу же Сайлл скидывает на Крэйзи. Крэйзи может взорваться Дреддом. Дреддом в итоге не убивают. Крэйзи скидывает стан. Да, на 0,5 секунд скидывает стан. Ёлот, кидает кисленького. Крэйзи получает минус армор. Форстаф БЗЗ, воет. Должны Крэйзи убить еще один форстаф от тиммейта. Ну же, чуть-чуть осталось. Коги какие хорошие Коги поставил Щачилл. Он, возможно, кстати, сам умрет. Да. Да, умрет, скорее всего. В итоге убивают еще и Клокер. Как Си уснул. Си сейчас будет огребать. Оршид повесили на Нексуса. Нексус просто бесполезен. Сейчас он ничего не может скинуть. В итоге спадает. Оршид начинает ультовать. Но тут все настолько толстые. Пол, половина его команды отъехала. Поэтому от его ульты, по сути, никакого толку нету. Остается завкусить вышку, Роксам. Спрашивают, ребята, будут ли розыгрыши сегодня. Ну, я вижу то, что на трансляции 5 сотен человек. Давайте так, 750 человек наберем. Ну, хотя бы к финалу. Вот тогда разыграем парочку раров. У меня как раз-таки тут завалялось несколько. Можно, можно разыграть. Тем более, что это, возможно, одна из последних трансляций по доте в этом году. Ну, имеется в виду хороший ЦМ. Потому что другие матчи я не комментирую на других турнирах. И, по сути, новых каких-то турниров в 2013, как вы понимаете, не появится. Изэкап вот прошел. Там остались, там, Джилига, которую кастить не получается, поскольку она идет днем. Ну, и там несколько других турниров, которые тоже кастить не получается. Вот. Если и будут какие-то трансляции затем по доте от меня, это, может быть, папочки какие-нибудь. Или вот эти вот... Новый мод. Как он там? Врейс Найт называется. Или Фростиус. Я уж не вдавался в подробности. Мы там будем обузить, может быть, какие-нибудь страты, чтобы пройти на самом сложном уровне. Уже есть парочка идей. Вот. А так, поскольку трансляция последняя, может быть, конечно, какой-нибудь розыгрыш и устроим. А сейчас пока что ближе к игре. Графики все растут и растут. Урок скис в их преимуществе, я имею в виду. И поэтому чувствуют они себя весьма комфортно. Так, сразу же телепорт. Фортификейшн юзается. В итоге эту вышку удастся задинаить. Так, ну, Баланар. Не, Баланар идти дальше не хочет. Задинаили вышку и... Окей. Тут скандал. Ну, скандал. Не попался. В итоге Крейзи взорвался и Релокейт был использован зазря. Ну, не знаю, ребят, что вы думаете по поводу этой игры и пика команды RX. Дрэ, дрэ. Хорошая БКБ от скандала. Шар просто лопнул. Вообще, вот, как-то безидейно, мне кажется, смотрелся Ио в данном матче, да. Вот, как бы, Вайпер, возможно, был пикнут для того, чтобы, ну, выигрывать лейн, да. Чтобы там как-то харасить люто, чтобы дамажить, чтобы замедлять и так далее. Вот, именно на лейне, да. В качестве хорошего лейнового героя он был взят. А почему именно был пикнут Ио, я вот не совсем понимаю. То есть, по сути, ни одного нормального Релокейта здесь не было, который бы фрагом заканчивался. Я вот, я, по крайней мере, таких не помню. Может, там и был какой-то, но это такие, знаете, вот, моменты очень редкие в этой игре. В итоге, забирая Таегис, Флечер берет. И продал агильную маску. Да, подобрал свой телепорт и все у него окей. С Аегисом, с 17 уровнем, 3100 золота. Можно пойти купить себе Демон Эдж. Демон Эдж будет полезен. Димик купил себе Виталити Бустер и, наверное, Кирасу сейчас будет еще реализовывать. С плиты. Осталось две внешних вышки у команды RX на топе и на боте, как вы видите. И с ними, конечно, надо было бы побыстрее разобраться. Роксам, пока у них есть Аегис в руках. И, может быть, пойти потом как-то заканчивать. Но не хотят RX так просто сдаваться. Юзают Своук. Сейчас, если Клокер кого-нибудь поймает. Так, Релокейт тем временем делается. Релокейт вместе с Нексусом. Это на Седова. Все на Седова. Хукшот в жопу Алхимику. Хорошо. Но Седой, конечно, умрет. Тут слишком много народу. Но, тем не менее. Хукшоты сейчас у Клока нет. Релокейт обратно. Нексус отправляется фармить. Команда Рокскиз пытается догнать соперника. Ну, не знаю, получится ли. Тут массовые телепорты. Все прожимают. Не, не получится никого догнать. И не получится никого шлепнуть. Эх, беда. Беда, беда. Убили Элдер Титана. 14-го левела. У которого, кстати говоря, уже практически есть Кераса. Ну, вот еще в Мирдовом Алхимике тоже я не особо увидел какой-то идеи у команды RX. Странно, как там получилось. Ну, наверное, я не шарю. Просто вот Крэзи 1.5, ИО 3.7. Ну, хотя ИО 3.7 нормально. Для саппорта вполне хорошая статистика. Можно было бы просто пикнуть героев, которые не хуже бы смотрелись на миде и на боте. И в итоге сейчас с них был бы больше толк. Ну, вот так я думаю. Не знаю, что в итоге там. RX-ы. Думают по этому поводу. Гему до зла. Гем куплен для того, чтобы ворды разбивать. Ворды разбивать это нужно. Ворды разбивать это хорошо. Когда ты оставляешь соперника безвижно, можно играть чуть агрессивнее. Да, не тут еще. Крипочка. Хорошо. Хотели бы RX-ы разменять Т2 вышки, но что-то мне подсказывает, что разменять у них ничего не получится. Потому что Рокс сейчас быстренько сбреет эту и пойдут дефить свою. Портификейшн у них нету, но посмотрите, как быстро плечик наяривает. Опа! Попался Крейзи ульту. Все в него замедло, скастили. Не, не выживает. Или выживает. Не, не выживает. Годлайк скандал. Не умирал он в этой игре вообще ни разу. Рейгис исчезает через 3 минуты, но тем временем на топе вышка падает. Да, все-таки разменяет вышки команды. Релакс, правда, еще поломали, как видите, Т2 на боте. Сейчас приступает к поломке Т3. Да, похоже, что у них может это получиться. БЗЗ. Панкует немножко лицом. Крейзи раскастовывает Стан, кидает его в Йола. Годлайк сразу же вешает щиток, чтобы парень не огорчался. Кстати, собрал он еще Халберду. Халберда полезный артефакт против Химика. Кстати, Вайпер реально немало нафармил. Нексус, посмотрите, с Мидасом. У него БКБ, Свинчин Дьяша, Мека, Мидас. Тут БЗЗ не боится ворваться. Но БЗЗ может чувствовать себя вообще свободно. У него есть Абадон, который его всегда ультом вот так вот захилит. Вообще просто очень круто. Полетела трещина, которая мало кого зацепила. Отхиливают БЗЗ. БЗЗ получает слукшот. Вот, Скандал тем временем расстреливает под БКБшкой. И под ультом до зла. Ох, как же больно он стреляет в лицо. Ребята, Скандал. Ну, зря туда идет дайвит. Лучше отступить и просто сломать эту вышку. Два в одного всего лишь они разменялись. Скандал. Ох, припекло-то, как Незертоксином. У него как раз спал Крип тогда. И ему прилетел Незертоксин. Сожрал нового. Отхорставили его. Повесили щиток. Повесили... Динаис надо будет расстреливать. Седой клэпы. И под Грейвом. Справились. Да, вышку поломали. Ценой Аэгиса, ценой... БЗЗ. Они зашли и поломали вышку. Ну, мне кажется, в этой ситуации... Может быть, Аэгис лучше бы даже был для БЗЗ. Потому что он так, видите, агрессивно вышел на себя. Весь... Дэмэдж. Принял. Просят показать закуп БЗЗ. Аганим собирается он покупать. Ох, Аганим. Прошу прощения. Аганим у него есть. И БКБ собирается он купить. Без БКБ тут, конечно, не так комфортно залетать будет. А, с БКБшка в самый раз. И это, судя по всему, линка у скандала. Ну, а почему бы и не линку? Линка, тем более, сейчас бафнутая. Ее можно вешать на кого угодно. На того же самого Баланара Пресловутого, который сейчас залетел. Там за 3-9 вышек. И принял на себя вообще удар основной. Ну, вот, в это время там Ромка расстреливал. Всех и вся. Есть что-то интересное. И ничего интересного нету. Ух. Интересно, что же все-таки Нексус будет покупать следующим шматом? Поскольку МКБ нету, может быть, ПЛЯЙ купить? ПЛЯЙ помогал бы, мне кажется. Так. Убегают отсюда РХы. Понимают они то, что их тут в смоке идут шлепать. Да, да. Ну что ж, Т2 на боте и Т3 тоже на боте поломали. Теперь можно Т2 на топе, по идее, забрать. И выйти, скажем, в какое-то... Вот в линку, например, скандал выйдет. И потом можно уже попробовать пойти закончить там Аегис. Кстати, еще Рошан скоро появится. Так что за это время как раз-таки еще Аегис можно будет забрать. И как раз-таки появится хорошее подспорье для того, чтобы проатаковать хайграунд. Итак, линка у Флечера в конечном счете. БКБ у Баланары. Вот с этими артефактами, я считаю, должны уже Рокскиз как-то атаковать. Кси Гост имеет. Ну-ка еще разочек, давайте посмотрим закуп. Возможно, перед финальной битвой. Провардил Абадон тут все, что мог. Да, неприятный, конечно, поц этот Абадон. Зафокусить тяжело. Отхиливает всю команду дебафы. Сбрасывает щитком. Поэтому с ним шутки, конечно же, плохи. Так, что у нас Кура несет? Гем и Даст. Тут сейчас всю пыль собирает вот эта вот Лама. С весьма прикольным названием. И с Гемом поломать. Так, еще нужно Рокетцу. У меня в итоге Вижен был там. Ломает Т2. Натопим Рокси. Что с этим будут делать Рексы? Рексы с этим делать ничего не собираются. Химик пока что идет просто на бот. Так, релокейт. Сейчас, видимо, будут пытаться убить Вышку. Ну же, ну же, ну же. Тыкать, 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 тыкать ее. Тыкать. Ну добей, добей, добей. Вышечку-то, вышечку, дружище. Братка, Вышечку. Ай-яй-яй. Релокейт. Все, ушел. И в итоге ЦМку сейчас заберут, а Вышку так и не добили. Странно, почему он начал фокусить БЗЗ. Видимо, я думал, что убьет его в итоге. Но мне кажется, что оптимальным было бы убить Вышку и просто отойти. А эту сейчас Т2 Вышечку Роксики заденает. Через полторы минуты появится Рошин. Второй Рошин. Ай-яй-яй-яй, в принципе, не парится. У него хороший 14-й левел. У него полностью выкачанный Грейв, который кдшится каких-то жалких 15 секунд. Если Дазл будет выживать. Это, кстати, правда. Вдумайтесь в смысл комбинации Абадон-Дазл. Дазл не дает умереть любому другому герою. А Абадон не дает умереть Дазлу. А сам Абадон, в принципе, умереть не может. Потому что у него есть ульта. Он, если и будет умирать, то в любом случае, там, какие-то свои 4 секунды он будет жить. И при этом еще откиливаться будет. Берет 7-го скиллы, все откатятся еще. Можно на себя щиток повесить. Еще Койл можно скинуть. Так что Абадона фокусить, это гиблая идея. Обычно. В большинстве случаев. Там, если только у вас есть какая-нибудь ПА с рапирой, которая просто прыгает, дает 2 удара. И когда у Абыча остается там 500 хп или сколько-то, то он сразу же может восстановить. Ну вот Габлак не шибко печалится. Парочка форстафов. И он, в принципе, жив. На себя вешает щиток. Клэп. Неплохой Клэп. В итоге кончается кончик. Туда можно спокойно зайти. Пока спит Клокверк. Попытаться его как-то зафокусить. В итоге дизерится Дредд. И уносит его со своим релокейтом чуть-чуть подальше от Секрет Шопа. Спасаются РХ-и в этой ситуации. Ох, крейзи. Ну, дофармил он свою Кирасу уже. Определенно дофармил. Если это Кираса, а не Шива, конечно. Ну, не знаю, зачем ему Шива. Мне кажется, Кираса по приятену бы смотрелась. И для Вайпера. Да, в итоге Вайпер решил покупать бабочку. Не знаю, палился ли он. Да, он уже, судя по всему, палился. И скандал видел этот Иглсонг. И, значит, не понимая то, что это будет Беттерфляй. Значит, надо покупать МКБ, чтобы его контрить. Но если Вайпер соберет Беттерфляй раньше, чем МКБ соберет Плейчер. И пойдет, например, в какую-то агрессивную атаку. То у команды РХ будет небольшое преимущество над соперником. В виде вот этого Беттерфляя. Ну, теперь, видимо, хотят как-то Клокерка шлепнуть. Или нет. Клокерк здесь стоит, чтобы при удобном случае ворваться на Рошана. Беттерфляй закупает Вайпер. Нет у него слота на телепорт. Придется пешочком идти. Клокерк настреливает Кси. Оршат на Клокерка. Тот форстафливается. Станк прилетает в скандал. У скандала есть, как вы понимаете, линка. Поэтому эта линка просто-напросто сбивается. Ну что, надо идти на Рошу. Пока Нексус там ползет. Он еще там параллельно профармливает. Тут, блин, Нексуса нету. Стоит ли он прийти-то, а? Да, и тут сейчас этого Рошана они быстро застрелят. Хукшот есть. Так, раздевардели. Хукшот есть. У Клокерка есть хукшот и гост. Флетчер уже освободил слот. Да, Флетчер освободил слот под Айгис. Смотрим внимательно. Чуть-чуть отходит Йоу, чтобы при необходимости отдать Грейв. Так, все, поехала драка. БЗЗ под БКБшка пытаются убить Клокерка. В итоге убьют они его, интересно, или нет. Его релокейтом уносит Дредд. Отличная работа, Дредд. Но тут умирает и Клокерк, и Йоу, которые, да, которые релокейтнулись немножечко не туда, судя по всему. Или он его обратно забирал. Нет, по-моему, это был все-таки обыкновенный релокейт, да, который Дредд закастовал. Или он просто обратно вернул их. Не, вряд ли. Скорее всего, это релокейт он мог бы его на базу, мне кажется, сделать. То есть это первый касс был релокейта. Хотя я не заметил, поэтому не факт. Ну что, это минус один лейн, как минимум. Возможно, даже минус второй. Просто там вышка стоит, и фортификейшн имеется. Абадон вылетает. Ставит паузу Баланар. Потому что, ну, когда там Габлак придет обратно, непонятно. Может, еще через какое-то время только подойдет. Он там в самом начале тоже вылетал, и в итоге реконектнулся сразу. Но здесь уже, конечно, такое не прокатит. Так, надо проверить, есть ли все-таки трансляция на дота-видео. Я там попросил, чтобы ее добавили. И в итоге, кстати говоря, ее нет. Ну, что ж, я буду надеяться, что ее в скором времени все-таки допилят туда. Потому что с сайта обычно приходит какой-то лют. Куда пропал Габлак? Габлак, где ты? Где ты, Габлак? Сейчас посмотрим. Вылетел совсем. Нету его в сети. Нет. Нету его в сети. Понятно. Ну, нету так нету. Думаю, что в ближайшее время подконнектится. Можно пока в чатик посмотреть. Так, Moza с Virtus.pro по идее играть еще не должны были. Ну, они, конечно, начнут в скором времени, но по идее играть они не должны были начинать. Что там за состав-то у Virtus.pro вообще? Lost, God и Smile. Вот, кстати, подконнектился Габлак. Давайте тогда позже об этом. Начинает покусить вышку. Скандал. И юзается Fortification. Так, стан приходит в скандал, у которого есть Линька, у которого еще есть Aegis и БКБ. Срезается армору до зла. Еще должен будет снижаться. Вот уже он пошел на минус. Ой-ой-ой-ой, как ему тяжело-то, как тяжело! Минус 23, минус 24, минус 7, минус 12. А что это за... А, это там работает, начинает эта пассивочка, да? Natural Order начинает работать, поэтому так и с кармор снижается. Крези получает кучу дэмэджа от скандала. Умрет в итоге. Beyond Godlike, Рома. 15-0 отыграл он к вечерам. Ну что, ломают Лейнта? Ну, ребят, надо доломать. Ё, он на себя вешает царский Грейв. Так, 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 живет Габлак. Еще живет скандал. Все это время расстреливают на эксус. Это дэмэдж, в итоге, смотрите, они начинают драться один на один. БКБ вжимает скандал, сейчас начинает укусить другой барак. Добивает его. Подлечил немножечко Йол. И за одну ошибку, Релакс, поплатились с двумя бараками. Да, двумя Лейнами, точнее, не двумя бараками. Они потеряли 4 барака. Релокейт. Немножечко странный. Ну, не угадал немножко. Немного Дрюс. Опа, спалили Плечера. Ой-ой-ой. Разворотка. Оп, оп, оп. Покусим. Но надо только Дреда было бить. Скандал, скандал. Надо же было Дреда бить. Убили бы Дреда. Убили бы Вайпера. Вот и все. Странно. В общем. Это выглядело немного. Ну, да ладно. Не важно. 1800 у Нексуса. Сейчас как раз-таки появляется МКБ у Клингза. Сейчас-то он как раз-таки и становится очень опасным персонажем для Вайпера. Два башера. Один у Габлака, другой у... Что, кстати, за эффект-то такой у Дрода? Какой-то... Какой-то есть. Чем-то он там мерцает. Ну, так вот. Появляются два башера. И жить становится грустнее, конечно же. Аегис еще не теряли. Через три минуты исчезнет у скандала. Он только... Он хавает крипа. И в инвизии идет дальше. Ну, по идее, тут можно вот так вот попытаться зайти. Потому что три минуты еще будет держаться Аегис в инвентаре у скандала. И ему этого вполне хватит для того, чтобы просто засуицидиться даже. А в бараке он может выйти в наглую. И просто за стрейф расстрелять там вышку. И за счет щитков, грейвов ему обеспечат долгую и счастливую жизнь, да? Пока он будет расстреливать этот овер. И ничего, Релакс с этим поделать не смогут. Скорее всего. Ёлка тут под щитком весь. Типа классный такой, ребят. Сфоткай, типа я классный. Подпортили. Грейв на себя, конечно же. Ёлка кидает на кого же еще. Кси получает вместе с Крэйзи трещину. И отбегает. О, какой жирный койл от Габлака пролетает. В итоге ЦМку надо зла разменяли. В идее размен выгодный для команды Релакс. Бесполезную ЦМку в данный момент они разменяли на жесткого до зла, который порой спасает и ультой очень сильно режет броню. Но все равно, РХ в меньшинстве. Им бы в ноль размениваться, чтобы потом как-то дефить. Эти лейны отступают. Рок скис. Куда отступают? Зачем отступают? Хотят что-то... Вроде бы Аигис-то еще есть. Боятся чего-то. До зла ждут. Без до зла не хотят нападать. Ну, их можно понять. Не хотят проигрывать это БО-1. Блак тут, конечно, подставился на хук-шот. В итоге неплохой клэп был от Сидого. Сидой-Сидой. Это как Фитвыд начинает. Подхилили его Меку. Вайпер расстреливает. Вайпер подалибарно. Да его сейчас пытается скандал замесить. Релокейтом увозят его. Йо. Тем временем Клокер умирает. Цемочка. Оршед тычка, тычка. Все минус. Цемочка. Двоих нету. Нексус еле живой. Отступает. Как они сейчас будут втроем, дефить? Тут уже Даззл с Аганимом подходит. 16-го левела, между прочим. Представляете, какой у него ульт жесткий сейчас? Да, там... В секунду 1.25 армора он слезает. Невероятно. Просто невероятно. Крэзи подцепили. Оршед накинули кислого. Все, Крэзи тоже умер. Не поможет ему даже этот великолепный тизер от Дреда. Где живет он? О, как долго живет. Он получает Алибарду. БКБ вжимать он не хочет. Ну, тут, по сути, уже... Что вжимаешь БКБ, что не выжимаешь. Третий лейн проигранный. Я думаю, что с минуты на минуту РХ напишет ГГ. Хотя они идут в финальную атаку. Получает Крэзи... Получает он... В итоге очень неприятный прокаст. И Сайланс еще один. Ну, скандал начинает КБшка расстреливать. РХ просто пытается раскатить как-то соперник. Но получается у них весьма смутно. Скандала запирает флокер. Ну, в принципе, Роме пофиг, откуда попустить. Из Когов или вне Когов. Он все равно стреляет. Он все равно попадает. И большой... Очень большой демодж от него идет. Ну что ж, ДГВП. Хорошая игра получилась. В принципе, жалко, что мало так было разворотов. РХ там поначалу пытались, конечно, что-то сделать. Но после, мне кажется, минутки 15 игра пошла в одни ворота. Ну что ж, тогда мы сделаем небольшую паузу сейчас. И пойдем смотреть матч Маус против Виртус Про. Друзья, не расходитесь. Продолжим смотреть сегодня интересную и классную доту. Так, ГПМы. ГПМы, ГПМы. 620 у Клинза. Ну, нормально. Пофармил, парень. Так, надо найти пароль на следующее лобби. Вот он будет такой. Зайти, законнектиться, занять слот. Тут почти все готовы. И включить немножечко музыки, друзья. Не скучайте.